Всем привет дорогие друзья! С вами сегодня PixelGamer и только в воскресенье вышло обновление Гавайи, в обзоре которого я обратил внимание на алтари, как вот уже во вторник я готов раскрыть вам его тайну. Может быть даже самым первым среди русскоязычного комьюнити Антернет. Ну что, хайпанем немножечко? Итак, с самого начала двигаемся к храму Тики, который находится южнее от фермы Макамая, если свериться с картой. Заходим через главные ворота и двигаемся по прямой, пока не упремся в статую, перед которой будет алтарь. Активируем его и уходим. А идти дальше нам придется далеко, почти на другой конец карты. Даже придется немного понырять, ведь нас сейчас интересует подводный алтарь Тики, местонахождение которого вы сейчас видите у себя на экранах. Добираемся до маяка Тадааки, ближайшей локации к нужному нам месту и плывем в сторону подводных скал. Сам алтарь вы легко найдете, ведь он и окружающие его статуи сильно выделяются на фоне других камней. Активируем его, всплываем и возвращаемся на сушу. После успешной активации двух алтарей остался последний. И у нас есть целых два пути, как до него добраться. Первый это спрыгнуть в шахту недалеко от вулкана Маунакеа. Местоположение этой шахты вы видите у себя сейчас на экране. Выбрав этот способ, вам придется встретить на своем пути много зомби и пройти через два подземных комплекса Аегис. Однако, если вы будете хорошо экономить патроны или вообще использовать холодное оружие, то вы сможете почти ничего не потратив, раздобыть себе много оружия, медикаментов, патронов и взрывчатки. Я выбрал путь полегче и покороче. Вход в подземелье находится возле свалки, местонахождение которой вы видите сейчас у себя на экранах. Но тут не все так просто. Чтобы проделать этот проход, вам понадобится РПГ и три снаряда для нее. Другая взрывчатка стену брать не будет. И если для вас это не проблема, то я вам рекомендую именно этот способ. Ведь здесь вы почти не встретите зомби, но и лута соответственно. Но я думаю, если у вас уж нашлось РПГ и три снаряда для нее, то вряд ли патроны для вас будут проблемой. Так, а теперь смотри внимательно. Второй раз показывать, где сворачивать в этих пещерах, а где нет, я не собираюсь. Я, конечно, не запрещаю посмотреть это видео во второй раз. Но, тем не менее, садись, смотри и запоминай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А вот мы и добрались до того места, с которого мы бы вышли, если бы выбрали первый способ. И если на этом этапе вы уже чувствуете нехватку патронов, то не забудьте туда заглянуть. Ну а если с патронами все нормально, то двигаемся дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Спустя некоторое время мы дойдем до оврага. С этого момента нам понадобится зонтик или глайдер. И вообще о снаряжении. Для осуществления такой вылазки нам понадобится фонарик или ПНВ, штурмовая винтовка и минимум 150 патронов к ней, что-нибудь для вторички, начиная от ножа и пистолета, заканчивая ханибеджером или дробовиком. Еще не забудьте о медикаментах, еде и воде. И самое главное, если у вас нету с собой зонтика или глайдера, то просто туда не суйтесь. Ну а если все-таки хочется, то нарубите деревьев, сделайте из них кучу досок, ведь нам придется строить мост через овраг. И при том не один раз. А вот теперь нам придется попаркурить. Поэтому настоятельно рекомендую прокачать навык паркура. К тому же во время прыжков вы можете использовать зонтик. И это вам очень сильно поможет. Допрыгиваем до алтаря, активируем его и возвращаемся назад. Теперь осмотритесь по оврагу и найдите поваленную колонну. Поднимитесь по ней и двигайтесь в следующую комнату. Субтитры создавал DimaTorzok Ну а в этой комнате нас ожидает нелегкое испытание. Если у вас нету зонтика или глайдера и максимально прокачанных навыков перемещения, то даже туда не суйтесь. Возвращайтесь назад, нарубите пальм и постройте из них мост. Просто так вы тут не перепрыгнете. Дальше нас снова ожидают препятствия. Используем ту же самую технику с зонтиком или досками и преодолеваем эту комнату. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь поворачиваем налево и приходим к нашей финальной точке назначения. К гробнице Тики. И на данном этапе советую вам проверить свое снаряжение, перезарядить оружие, починить если требуется, забиндить медикаменты, поесть и в общем приложить максимум усилий, чтобы потом приложить их меньше во время серьезного боя. Если вы готовы, подходим к гробу, читаем сообщение о том, что за стеной чувствуется невероятное тепло и нажимаем F. Настя лепортировала по ту сторону. И тут у вас есть последний шанс проверить свою экипировку. Через некоторое время в поисках противника замечаем зомби из лавы. Время боя. Тактика борьбы очень проста. Держим дистанцию и стреляем точно в голову, ведь периодически он будет изрыгать фламя. И поэтому я бы на вашем месте близко его к себе не подпускал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Играет музыка. После того, как вы повергли противника, собираем весь ценный лут, находим гроб, читаем сообщение восстановить спокойствие и нажимаем F. Мы телепортируемся назад в усыпальницу и читаем сообщение о том, что спокойствие вулкана восстановлено и тайна Гавайи раскрыта. Теперь вы с гордостью можете возвращаться наверх, путь назад-то вы найдете, наверное. Ну а с вами был PixelGamer, всем спасибо за внимание, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!